Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами наш Среда и Виктор Коноплев. Сегодня гостем нашей программы является бывший спикер парламента Арцаха, председатель партии «Демократический союз Арцаха», если я правильно не ошибся в названии, Ашоп Владимирович Гулян. Добрый день, уважаемый Ашоп Владимирович! Добрый день, Виктор Валерьевич! Только в одном вы ошиблись, «Демократическая партия Арцаха» в названии. Прошу прощения «Демократическая партия», потому что переводы разные, я посмотрел «Демократическая партия». Спасибо за уточнение. Ашоп Владимирович, хочу Вас посетить сразу, вот так давно прошли в Арцахе выборы. Сменился президент, практически полностью обновился парламент. Можно ли сейчас сказать, что уже произошли в Арцахе какие-то изменения? Ну, то, что уже сформировалась новая власть, уже говорит о том, что, конечно, произошли изменения. После мартовских выборов у нас уже новый президент, и, как Вы заметили, почти полностью обновился состав парламента, и сформирован новый кабинет министров, и уже все ветви власти начали функционировать. Какие изменения можно наблюдать уже сейчас? Сохранилась ли преемственность политики старых властей, или же появились какие-то новые веяния? Знаете, наверное, трудно однозначно сказать, что сохранилась преемственность, но нельзя и сказать о том, что полностью сменилась действующая власть, ранее действующая власть. Поэтому надо, наверное, отметить, что в определенном смысле силы, которые были на политическом поле и уже имели заявку на формирование новой власти, начиная с 2020 года, вот некоторые политические партии получили в этом доверие, и несколько партий. Ну, сейчас можно сказать, что в парламенте есть пять политических партий, а на выборах приняли участие 12. То есть большинство политических партий и союзов не получили доверие со стороны избирателей, но пять политических партий в парламенте, в котором действуют 33 депутата, это уже говорит о том, что политический плюрализм, политическое разнообразие уже обеспечено. Как раз вот этот плюрализм и показывает то, что вот маленькая непризнанная республика показала пример демократии, то есть сменяемость власти, никаких революций, да, и такой большой спектр и политические мысли, и разнообразие политических мыслей. Это плюс или это минус? Наверное, время покажет, потому что сейчас очень трудно, наверное, и неблагодарное дело, как бы вот заранее все загадать. Но я надеюсь, что политическая деятельность и в парламенте, и в других ветвях власти в Карабахе будет продолжаться с учетом тех традиций, которые у нас уже сформировались за последние 30 лет, то есть с момента создания республики, с момента провозглашения Нагорно-Карабахской, потом республики Арцах. И в этом плане, конечно, мы надеемся на то, что те политические процессы, которые сегодня проходят в нашем окружении, в регионе, в разных странах, они, конечно, могут иметь определенное воздействие на политические процессы в республике Арцах, но мы будем действовать, мы будем идти своим путем. То есть с учетом того, что мы сейчас находимся в трудной геополитической ситуации, у нас ситуацию можно обозначить ни войны, ни меры, но перемирие, которое действует с 1994 года, позволяет нам продолжать государственное строительство. И в этом плане очередные выборы и парламента, и президента уже доказывают, что нами сделан очень такой позитивный шаг в сторону стабильного государственного строительства. Мы с вами беседуем как раз накануне праздника Дня независимости на следующей неделе в Арцах, если мы будем тоже отмечать этот праздник. Вы, как один из бывших руководителей республики, создавали эту независимость. Вот как вы можете охарактеризовать вот этот путь, что не получилось на этом пути? Я хочу заметить, что независимость и свободный Арцах создавали, наверное, поколение 88-го года, люди из этого поколения. И почему я об этом говорю? Потому что в эти годы я был пока студентом и включился уже в этот процесс в начале 90-х. Но то, что было сделано, я уверен, что это очень правильный и с политической точки зрения шаг. Потому что если бы не было сделано все вот эти последующие, последовательные шаги в соответствии с международным правом, в соответствии с той законодательством страны, в которой мы жили. В прошлом это был Большой Советский Союз, где мы все были в дружной семье. Можно было найти очень много ошибок, но, к счастью, за все эти прошлые годы не было случаев, когда мы получили какие-то замечания со стороны международных организаций, со стороны отдельных экспертов или других отдельных лиц. И в этом плане я как раз хочу вернуться, может быть, и к вашему прежнему вопросу. Все было сделано настолько правильно и с политической, и с правовой точки зрения, что до сих пор мы только получаем как бы позитивные и правильные отзывы. Вы сказали, что мы как раз приезжаем к празднику 2 сентября. У нас очередная годовщина провозглашения, это День Республики. И я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех наших слушателей и тех людей, которые следят за событиями, происходящими в Республике Арцах. И я думаю, что в вашем лице мы, в Российской Федерации, имеем очень большое количество интеллектуалов и любителей Арцаха, которые, начиная с 1988 года, я хочу как раз вспомнить и организацию КРИК, который был создан российской интеллигентами, и ими было сделано очень многое и очень правильно для того, чтобы в России сформировалась правильная оценка тех событий, которые произошли в Нагором Карабахе. Для нас это очень важно, особенно для тех людей, которые посещают Арцах. И в частности, я, будучи в Арцахе, я замечаю вот эти позитивные перемены, которые происходят. Как хороши в городах, в Арцахе строятся школы. То есть очень много позитивных моментов, несмотря на то, что все-таки, учитывая, что Арцах в состоянии войны находится. То есть плоды вот этой независимости видны. Мы видим также то, что Арцахцы, молодые Арцахцы более старшего возраста, которые приезжают и в Россию, и в другие страны, они, так скажем, прославляют свою страну своими талантами. А народ Арцаха всегда был очень талантливым. И я очень рад тому обстоятельству, я это тоже очень часто замечаю, то, что руководство Арцаха всегда поддерживало вот эти начинания и таланты, и научные какие-то кадры. И в том числе это было и со стороны парламента, которым вы руководили. И в этой связи я еще этот вопрос задам. Это особая какая-то позиция, именно направленная на воспитание подрастающего поколения? Знаете, вот, наверное, то, что я отвечаю на ваши вопросы, может быть, из-за вот того, что у нас такая виртуальная связь, я пытаюсь по-быстрому или очень коротко отвечать на ваши вопросы, а потом вспоминаю, что у вас в прежних вопросах были какие-то конкретные акценты, поэтому я попытаюсь и отвечать на то, что я упустил. Вы как раз спросили о том, что нам удалось и что не получилось. В большей степени удалось все, что было спроектировано для свободного, для независимого Арцаха. И, наверное, то обстоятельство, что нам удалось ценой больших потерь и очень больших трудностей сохранить стабильный Арцах и в годы войны 90-х, начало 90-х годов сохранить независимость и свободное волеизъявление народа, это уже говорит о том, что воля народа, который здесь проживает, была настолько сильна, что мы были готовы преодолеть вот все эти трудности. Конечно, и сейчас можно констатировать, что, может быть, были определенные упущения. Можно было что-то делать и в два раза, наверное, получше. Можно было сразу вспоминать, что можно было и в экономике, и в социальных отдельных вопросах пройти еще дальше и иметь большие такие результаты. Но мы не должны забывать, что все, что было сделано, мы сделали в экстремальных условиях. То есть за все это время всегда у нас сохранялась угроза войны. Последние несколько месяцев еще к этому прибавилась и угроза пандемии. То есть Карабах, несмотря на то, что не признан со стороны международного сообщества, но все эти геополитические вызовы и угрозы, они не проходят рядом. То есть Карабах является частью, частицей всего мирового пространства, геополитического, геоэкономического пространства. И в этом плане, конечно, мы стараемся делать так, чтобы Карабах имел им... Карабах еще реализовал вот те обязанности, которые мы взяли на себя самостоятельно, может быть, не имея никаких международных обязательств. И я хочу отметить, подчеркнуть, что Карабах является и хранителем, может быть, защитником мира и стабильности на этом клочке земли. Все, что сейчас проходит и все, что мы сейчас переживаем, это, конечно, говорит о том, что угроза войны сохраняется, Карабах продолжает находиться в блокаде, но все равно с добавлением всех этих новых угроз мы продолжаем хранить вот те мечты, вот те пожелания, которые у нас были в начале 90-х годов. То есть наша окончательная цель, как я уже говорил в предыдущем моем интервью, во время предвыборной кампании, результатом этих выборов мы, конечно, хотели, и отчасти это, в большей степени это получилось, это более сильный артсарт, и мы должны продолжать свой путь к единому армянскому государству. Да, я знаю, это ваша позиция, вы неоднократно ее высказывали, то, что Арцак должен быть с основной, неотделимой частью Армении. Армяне, они должны быть армянами в едином государстве, это ваша позиция. Аршат Владимирович, наша вот, и ваша, и наша боль, конечно, это вот неразрешенность Карабахского конфликта. Что сейчас происходит на границе, потому что вот нас, ко мне очень часто обращаются, достаточно люди и за рубежа, армяне и неармяне, вот, которые интересуются событиями, говорят, вот, все-таки более в курсе, вот, я хочу из ваших уст, чтобы они тоже услышали, какая сейчас ситуация? Спасибо за вопрос. Конечно, это интересует всех, кто следит за событиями, которые происходят в нашем регионе. Наверное, будет удивительным, если я скажу, что основные события последних месяцев как раз разворачивались не на границе между Карабахом и Азербайджаном, а на границе Армении и Азербайджана. Все, наверное, те люди, которые следят за нашим регионом, они стали очевидцами, что в июле на границе Армении и Азербайджана произошли стычки между боевыми подразделениями. Конечно, Азербайджан пытается все это представить в том ракурсе, что как всегда это было, но сейчас они как раз в этом винят Армению, что это было начато армянскими вооруженными силами. Но люди, которые осведомлены, если даже смотреть на карту, должны заметить, что все это происходило в пределах границы Армении. То есть армянские боевые подразделения никак не перешагнули и не перешли через государственную границу между Арменией и Азербайджаном. Я думаю, что вот сейчас вот эта пауза, которая складывалась после вот этих событий на границе в Таурском районе, можно говорить о том, что это, наверное, на границе и на линии соприкосновения сейчас установилась определенная затища, то есть перемирие сохраняется. Но ситуация у нас настолько хрупка, что любое время может из-за маленьких каких-то вот перестрелок, из-за каких-то определенных волнений все это перерасти в более такую высокую фазу эскалации. Поэтому я почему об этом говорю? Потому что даже последние дни, когда новый министр иностранных дел побывал уже в России, он выступил на брифинге с министрами иностранной деятельности Федерации, я не заметил никаких изменений в тех акцентах и в тех нотах, которые все время представляют азербайджанские официальные лица. То есть сейчас в какой-то мере сохраняется и продолжается перемирие. Это надо заметить, что вот эти ситуации произошли в те годы, в те месяцы и те дни, когда даже со стороны генерального секретаря ООН было такое заявление и призыв, что за время вот этих ограничений с учетом пандемии надо во всех конфликтных зонах сохранять спокойствие, перемирие. Но несмотря на все это, ситуация вот или угроза эскалации продолжается. Я думаю, что с учетом того, что азербайджанские вооруженные силы и во время вот апрельских боев, войны, четырехдневной войны на границе Карабаха и Азербайджана, и сейчас в июле 20-го года на армяно-азербайджанской границе, они должны извлекать урок, что и армия обороны Нагорного Карабаха, и вооруженные силы Армении, они готовы к отражению всяких вылазок. И вот надо исходить из того, что мы должны быть готовы всегда, в любое время, но все это должно делаться с учетом того, что со стороны сопредседательства Минской группы ОБСИ, со стороны других международных организаций, которые заинтересованы в мирном и стабильном Южном Кавказе и Закавказе, они должны работать, чтобы представить правильное политическое будущее для всего нашего региона. Шат Владимирович, я знаю, что Вы последовательно выступали за то, чтобы Арсах вернулся за стол переговоров. Есть какие-то подвижки в этом направлении? В той ситуации, в которой мы сейчас живем, вряд ли стоит ожидать, что это произойдет в скором будущем. Потому что даже вот эти периодические эскалации, я думаю, что они со стороны Азербайджана как раз проводятся, проводятся и с той целью, чтобы не дать политическому процессу развиваться в том русле, который может привести к созданию или к возвращению к полноформатным переговорам. Поэтому лично я думаю, что это произойдет не скоро, хотя хочу заметить, что это не означает, что мы должны забывать об этом вопросе. Потому что это получится повторением, но я должен сказать, что если переговорный процесс будет продолжаться без участия Нагорно-Карабахской стороны, как полноценного участника всего этого процесса, то не стоит ожидать никаких подвижек. Потому что все те вопросы, которые лежат на столе, которые должны получить свое разрешение, они не могут быть разрешены, они не могут быть обсуждены полностью без участия Нагорно-Карабахской стороны. Знаете, наверное, с учетом того, что в Карабахе произошли очередные выборы общегосударственные и сформировалась новая власть, очень правильно, что нынешняя власть и новый президент, и правительство, и парламент продолжают ту линию, которая у нас была в предыдущие 28-29 лет, с момента создания Нагорно-Карабахской республики. Это говорит о том, что политическая линия и политические цели, они не изменились. Мы будем продолжать нашу борьбу, вот ту дорогу, которая, мы надеемся, приведет к международному признанию Нагорно-Карабахской республики, потому что, на самом деле, мы уверены, что только так в нашем регионе воцарится мир, окончательный мир и будет стабильность. Мы все надеемся и верим в это, что так оно и будет. Ашот Владимирович, не могу не спросить о том, чем Вы сейчас занимаетесь после того, как ушли с поста спикера парламента. Я продолжаю работать как руководитель одной из больших политических партий и каждодневно бываю в нашем офисе. Кроме того, я получил предложение со стороны председателя парламента Армении на должность советника председателя парламента Армении и принял это предложение. И буду работать во благо укрепления связи между двумя нашими парламентами, парламентом Республики Армении и Республики Арцах. То есть работы хватает, мы продолжаем и политические консультации между нашими партиями, политическими партиями Нагорно-Карабахской Республики и, конечно, продолжаем продвигать наши предвыборные программы. Партия наша получила два места в парламенте, наши депутаты работают. Мы не вошли в состав правительства, но это не означает, что мы остались в стороне. Консультации продолжаются. Я думаю, что несмотря на все вот эти результаты, на нынешнюю конфигурацию, все политические деятели и политические партии в Республике Арцах должны совместно работать на общей цели. И в этом плане я хочу обязательно отметить ту роль, которую вы, Виктор Валерьевич, как раз взяли на себя, как, может быть, такой народный посол. И каждый раз вы, побывая в Нагорно-Карабахской Республике, в Степанакерте, продвигаете определенные проекты, которые направлены на укрепление дружбы между Российской Федерацией и Республикой Арцах, между народами России, между россиянами и, конечно, армянами, которые проживают в Республике Арцах. – Большое спасибо за комплимент. Шат Владимирович, я благодарю вас за это интервью и желаю вам успехов. Тем более, вот вы как раз сказали, что вы будете заниматься укрепленными связями между парламентами двух армянских государств. Это как раз та новая струя, которая возникла после прошедших мартовских выборов. И думаю, что связи между Арменией и Арцахом, благодаря вам, станут еще крепче. – Спасибо вам еще раз большое. – И вам спасибо. Я еще раз хочу поздравить всех наших слушателей, людей, которые следят за этим интервью. Я хочу поздравить с продвигающимся праздником и хочу пожелать всем болельщикам Республики Арцах, всем тем людям, которые внесли свою лепту и провели определенную работу на укрепление дружбы между Арцахами и России. И только так мы можем сохранять все дружеские, человеческие и государственные интересы, которые были до нас. И мы обязаны все это сохранять и передать будущим поколениям. Спасибо. – Большое спасибо вам, дорогие друзья. С нами был Шват Владимирович Гулян. Всего вам доброго. – Спасибо. 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 – Спасибо.